Всем привет дорогие подписчики и сегодня игра с читерами. Как играть с читерами, сколько их на наших серверах европейских, что вообще происходит, то есть как быть, как действовать против читеров, как играть тактично. Вот этот замечательный клан, против которого мы вчера играли, The Hook называется, там значит, Вольф, да, с 68-м там званием, черепок. Ну и на таком звании, конечно, так себя вести, это, конечно, удивительно, играть с читами, играть нечестно, то есть, сами понимаете. Вот, что хочется сказать, значит, вкратце, играли мы, значит, вчера, решили сыграть на штурме кланом, думали, давайте еще сыграем разочек, да, КВ, КВ постоянно, вот. И вот такой тоже замечательный клан The Hook сидит, значит, на штурме и играет, вот. Ну мы думали, здорово, что сыграем, вот. Ну и, собственно, вся игра, да, сначала никто не знал, что они там читерят, непонятно было, хотя я практически сразу сказал, то есть у них даже в начале какая-то увеличенная скорость была передвижение, да, везде, кстати, где заглушен звук, это матерные слова, вот, от того, что уже... Поначалу было весело, честно сказать, мне было весело, потому что, ну, играть на пределе своих возможностей, да, играть против программ, играть против читера, это такое своего рода испытание, то есть, я, к сожалению, не с самого начала начал записывать видео, да, никто не знал, там, чем это все закончится, вот. Ну и, вот, собственно, с этого момента, да, здесь не все красочные, колоритные моменты, где там вот этот Вольф несчастный, 68-й ранг. Кстати, привет тебе, нищая, потому что, ну, так играть на таком звании, это, конечно, позор, то есть, я не стремлюсь, знаете, там, забанить кого-то или еще что-то, просто это смешно. Смешно, то есть, вы не можете, у вас руки кривые, да, то есть, не знаю, там, реакции не хватает, вы подрубаете, потому что вас бомбит постоянно. Я таких людей называю инвалидами, вот, потому что вы не можете просто, напросто победить хорошего игрока, тактически победить, реакцию свою показать, да, то есть, показать свой какой-то скилл игровой, то есть, какие-то позиции, какие-то моменты, то есть, как-то повернуть ситуацию в свою сторону. Но вы просто надеетесь на программу. Это ваш самый большой недостаток, на самом деле, да, потому что, если вы будете чуть больше скилла использовать, допустим, обычного игрового опыта, и при этом еще программу подрубать, вы слишком сильно запалитесь, ребят. Что, кстати говоря, и видно по Вольфу, кстати, прошу прощения за то, что у меня какой-то сиплый голос, да, может быть, сложится впечатление, что я там какой-то супер сильно расстроен, и на самом деле это не так, просто у меня простывшее горло, вот. Вот, прошу прощения. Вот, собственно, как нужно играть с читерами? С читерами играть, на самом деле, весело до какого-то момента, а потом становится уже немножечко раздражительно, потому что, ну, что тут сказать? Автошот, например, да, то есть, я до этого времени вообще не знал никакого чита, в принципе, ну, вот, собственно, автошот, да, как с ним люди играют, то есть он выходит и начинает, значит, и говорят, что за это не банят, он выходит, прицеливается, да, и у него, как бы, срабатывает автовыстрел, то есть, соответственно, если он не видит цели, да, не видит в дыму, слепой, там, ослепленный, он, соответственно, не может ничего сделать, то есть, ваши действия какие, то есть, вот тут видно, что везде чаще всего дым, да, для того, чтобы не видно было этому несчастному снайперу, кстати, до этого он играл медиком и вообще не смог тащить, вот. Вот, и тут, значит, начал играть снайпером, потому что понял, что мы захватим, если он не будет отстреливать, вот, и, соответственно, взял снайпера, сидел крысил, вот. Не всегда, кстати, даже у него с читом получается хорошо, видимо, играть, то, что вот он, где-то вот он совсем плохо прицеливается, но не суть. То есть, как играть против фотошота, вы поняли, это дым, слепые, обманы, такие же, собственно, да, какие использует, собственно, читер, вот. Что по поводу других, значит, читов? Других читов я особо не знаю, да, ну, есть там популярные, это волхагзы, которые говорят, что сразу там чуть ли не банят, вот, что, собственно, и замечательно, это смотреть через стены, да, Я не исключаю, что у кого-то и здесь тоже, возможно, есть эта тема, вот. Ну, автошот, да, то есть, это, конечно, кому-то весело, то есть, ну, и мне было интересно, вот, играть на пределе своих возможностей, да, поначалу, потом, значит, поначалу весело было, потом уже раздражает, вот. Ну, и далее, вот, соответственно, ну, и далее, значит, по игрокам. Вот этот бедолага-бандитас, да, он, значит, играл там штурмовиком с этим, который по три патрона стреляет, забыл, как называется. Вот этот бедолага, он даже перестрелять меня не мог, и его, видимо, бомбануло, он медика взял, потому что у него, видимо, тоже автошот стоит. Вот, дописал мне, значит, всякие приятности, вот, ну, как правило, это забавно всегда, да, потому что просто человек не может даже с программой победить, и он думает, что, соответственно, что тут можно подумать, если человек с программой, да, не может победить, у него совсем руки кривые, или он там вообще... This is Sparta, по-моему, вообще скорость какую-то увеличивает игрока, тоже с автошотом, скорее всего. Джи Чен, тоже там нечисто, то есть, ну, вот все, что вот Зе Хука, да, весь клан, он вообще нечистый, вот, реально, без, как бы, преувеличения. Ну, кроме пирата, да, который там уж совсем минус сыграл, вот. Ну, а Вольф этот, конечно, смешно, то есть, играть с щитом, там, один к одному, но это вообще, это таким нищим надо быть, то есть, это такое дно клан, что вообще просто, да, то есть, ну, смешно, смешно, ребят, как бы, сами посудите, как бы, то есть, у людей есть преимущество, да, то есть, есть преимущество в какой-то программе, там, а они не могут ничего сделать, то есть, это их самый большой недостаток, то, что они, у них идет надежда чисто на программу, и все, то есть, это их самый большой минус, то есть, они не могут больше ничего использовать, то есть, это как объяснить, то есть, у них идет надежда на одно, то есть, да, как бы, есть такой некий перекос, как вот определить читеры, это или не читер, то есть, когда там игра, например, на ангаре развивается, да, там, то есть, более-менее стабильно, то есть, как я не говорю там про какие-то там, про каких-то скилловых игроков, я просто, ну, вот, говорю о том, когда ребята, например, играют, да, то есть, там, более-менее лаконично, то есть, один убил одного, там, другой-другого, не говорю сейчас про тактическую игру, там, как у некоторых, там, блогеров, которые идут, там, 12 к 1, да, например, а говорю про то, что, знаете, такая расслабленная игра, то есть, при взаимодействии, когда вступает в игру читер, то есть, он ломает эту систему, он ломает, ну, постановку действия, то есть, а задача хорошего игрока, это как раз вот сломать ту стабильную игру, которая, то есть, переломить ее в свою сторону, да, чтобы игра получилась в вашу пользу, то есть, это вот задача хорошего игрока, да, такого скиллового, понять изъяны и слабости, да, соперника и давить на них, вот, соответственно, если вы это сможете сделать, то есть, вы можете победить вообще любого соперника, неважно, кто это будет, там, какой-то супер скилл, там, не супер скилл, да, у вас всегда есть возможность победить, даже если ты читер. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пока!